Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сейчас лето и многие выезжают на постоянное место жительства на даче, там нет интернета и они сетуют на то, что они не могут смотреть мои видеоролики, вот мои всякие там статьи, например, о фитофторе, о поливе сладкого перца. Я хочу сказать для тех, у кого есть возможность, что все вот такие актуальные темы именно сейчас, вот например, как фитофтора, полив сладкого перца, вы можете найти мои статьи в печатном виде. Я забыла вам сказать, что с этого года по предложению одной женщины доброй, вот сейчас я вам покажу фото Татьяны Молодцовой, Татьяна Молодцовой из Нижнего Новгорода, мои статьи печатаются во многих журналах. Вот сейчас мне, мне же присылают, как автору журнал, вот сейчас пришел журнал с фитофторой, с подробным описанием, это моя статья, с подробным описанием, как я провожу профилактику, как я делаю первую обработку, какие народные средства. И у кого нет интернета, вот такие печатные статьи, это палочка-выручалочка. Перед этим были статьи «Арбузы в Сибири растут», вот алтайские арбузы, это тоже описание моего личного опыта, это моя статья, мои авторские фото, как я выращиваю арбузы в холодном климате. Вот эта статья в журнале «Подсобное хозяйство», эта статья в журнале «Цветы», но, к сожалению, эти журналы – это современная усадьба. Вот весной была статья «Как раньше получить урожай огурцов», тоже прям с пошаговым описанием, потому что если на видеоролике я говорю, ну, кто-то что-то слышит, кто-то не слышит, тут все описано подробно, описано все-все подробно, и можно прочитать. Это какой у нас журнал? Это журнал «Все о даче». Вот сейчас прислали мне, журнал тоже вышло, «Сладкий перец о поливе». У меня многие спрашивают, как поливать перец, как поливать. Почему-то люди заходят на канал, и если сегодня и вчера не было, то дальше они не отматывают. Вот есть подробно о поливе перца, хорошая статья в журнале «Все о даче». Но, к сожалению, вот эти все журналы, они в Нижнем Новгороде издаются, и, конечно, в первую очередь их могут приобрести жители Нижнего Новгорода. Но если вы, может быть, выписываете какие-то из этих журналов, вот «Все о даче», «Современная усадьба», «Подсобное хозяйство», «Мои любимые цветы», я могу вам указывать после выхода очередной своей статьи, где и что вы можете прочитать. Вообще, в прошлом году мне поступало много предложений, как люди так советовали издать книгу именно с огородной азбукой от и до, потому что у многих в отдаленных селах, ну даже не то, что в селах, у некоторых и в городе нет интернета, потому что нет смысла держать компьютер только из-за того, чтобы посмотреть статью о садоводстве. Если, например, нет молодых или детей, конечно, то и интернет не проводят. И многие предлагали, что все-все собрать в одну кучку и издать какую-то вот такую маленькую, хотя бы брошюрку, огородная азбука. Мы вот с Татьяной посоветовались, посчитали, но это очень дорого, даже, ну как, ну не то, что даже, а даже такую самую простейшую, самую небольшую. Нужно сначала отдать 450-500 тысяч, напечатать, а потом ее уже куда-то разослать. Ну разослать бы я ее могла, конечно, своим заказчикам, кто вот выписывает у меня семена, одновременно можно с семенами рассылать эту книжку небольшую. Но эта сумма для нашего региона, конечно, неподъемная, полмиллиона. Мы таких денег никогда не видим и не слышим даже. Так что вот сейчас выход. Можно читать статьи мои в журналах. Вот спасибо Танюше. Она мне предложила эту мысль. Сама их размещает, вот мои статьи. И люди, которые не могут, например, в интернете узнать эту информацию, можно читать в журналах. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это я сняла этот видеоролик для тех, у кого, может быть, не работает интернет или там какие-то проблемы, может быть, вообще нет компьютера. Некоторые статьи можно найти в журнальчиках. И если кому-то нужно, я могу указывать, в каком журнале следующая статья моя будет, можно будет найти. Журналы эти все недорогие. Они маленькие, тоненькие. На них можно даже подписку оформить. Но я думаю, что можно просто пойти один купить, если нужна какая-то статья. Все, до свидания.